Здравствуйте, меня зовут Аида Байжуманова, я представляю Кыргызское НПО, правозащитное движение Бирдино-Кыргызстан, на русский язык это переводится как «Один мир Кыргызстан». Прежде всего я хотела бы сказать, что кыргызские организации, которые занимаются защитой прав человека, которые занимаются продвижением прав детей, женщин, политических заключенных всегда очень активны в нашей стране. Но последние несколько лет мы сталкиваемся с проблемами, с трудностями, мы сталкиваемся с тем, что через законодательные инициативы наш парламент, наше правительство пытает ограничить политическое пространство деятельности НКО. И мы практически делаем все то же самое, что происходит в России, то есть это пример законопроекта о некоммерческих организациях, который называется «Иностранные агенты». И через данный законопроект наш парламент желает наложить дополнительные обнимительные и контрольные функции. Наши службы безопасности будут стараться преследовать нас, проверять нашу деятельность. Мы должны будем предоставлять дополнительную отчетность в различные финансовые учреждения и структуры. В этой ситуации у нас также появляются дополнительные трудности, связанные с тем, что некоторые организации, которые занимаются продвижением прав ЛГБТ-групп, также будут сталкиваться с проблемами, потому что парламент продвигает закон об антигей-пропаганде. И в этом случае данные организации также будут взаимодействовать с большими проблемами в случае принятия данного законопроекта. Со своей точки зрения я хотела бы сказать, что в последние два года несколько организаций подвергались обыскам, в частности моя организация. Мы имеем два офиса. Один офис в Бишкеке, это столица Кыргызстана, и один офис на юге Кыргызстана, который очень активно занимается защитой и продвижением прав национальных меньшинств, также людей верующих. И в наш офис пришли и обвинили нас в распространении, передаче, хранении экстремистских материалов. Данная практика является новой и, скажем так, для нас было очень тяжело выходить из ситуации, бороться со службами национальной безопасности. Но тем не менее, благодаря тому, что наша организация с первых минут была очень активной, в связи с тем, что мы активно использовали различные адвокаси, компоненты, мы смогли вовлечь в нашу защиту экспертов в области права, в области религии и так далее. Мы добились защиты наших прав в Верховном суде, мы добились защиты наших прав, мы доказали незаконность обысков через районные суды. И в свою очередь, сейчас бы мне хотелось поблагодарить те международные организации, которые также нам оказывали экспертную поддержку, финансовую поддержку, для того, чтобы мы могли вовлечь экспертное сообщество в нашу защиту. И сейчас, почему я выступаю? Прежде всего, я хотела бы обратить внимание международных организаций на тот вопрос, что вопрос принятия законопроекта об иностранных агентах в нашей стране все еще открыт. Мы буквально три недели назад провели парламентские выборы. И новый парламент, он пока еще недостаточно понятен для нас, кто там, какие люди вошли, то есть очень много неизвестных людей. И я смею предполагать, что это люди далекие, скажем так, от ценностей прав человека. Поэтому в этой связи хотелось бы привлечь внимание международного сообщества в поддержку гражданского общества Кыргызстана, которое будет продолжать бороться против принятия законопроекта об НПО. И два года мы противостояли принятию данного законопроекта. И я надеюсь, дальше мы будем успешны. Но нам необходима помощь международного сообщества. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на ту ситуацию, которая происходит в нашей стране, так как помощь правозащитных организаций, правозащитников для граждан нашей страны очень важна. И последнее я хотела бы обратить внимание на положение нашего коллеги Азимжана Аскарова, чью фотографию вы видели в холле. И в течение пяти лет мы пытаемся продвинуть его права. Я хочу попросить не забывать о нем, вас, международной организации. Мы стараемся делать все, но нам очень сложно. И самое главное, он уже достаточно немолодой, и его состояние ухудшается, состояние здоровья. Поэтому нам также требуется ваша поддержка для защиты его прав, для обеспечения доступа к правосудию. Большое спасибо.